Радио 54 Радио 54 И еще таким очень важным С итальянским Тарантино мы сегодня Играем, локомотив в Лиге Чемпионов Вот Будем праздновать Непосредственно с любимой игрой Будем верить в наших парней Ну как верят на эфирном васапе в наших парней Слов не подобрать вообще Очень много сообщений Действительно Илья пришел не только с Анастасией, как ты говоришь, но и с гипсом, да, вот на левой, по-моему, ноге. Илья, что случилось? Как приключилась эта история? Ну, это произошло еще на первом туре в Италии, Лиге Чемпионов. На первой игре, получается, во второй партии я подал эйс и приземлился после подачи вот неудачно. Ну, то есть вот дома нельзя было ногу сломать, да, надо было обязательно... Я причем напомню, как раскладывался матч, мы вели 2-0, у Локомотива были большие шансы, то есть играли мы отлично, и не в последнюю очередь, благодаря Илье, его подача очень помогала команде. И вот во второй партии случилось неприятно. Ну, это не первая же травма, или раньше не было ничего подобного? Ну, серьезная, я думаю, что первая, потому что... Дай бог, последняя. Ну, я надеюсь, да. Вообще, вот что касается гипса, я тут прикинул нас с Юлей, что вот если бы мы захотели с вами сфотографироваться, у нас бы прекрасное фото получилось с вашей ногой. Сколько роста? Да-да-да. Мы бы заканчивались где-то там в районе 10, как раз. 209! Ну, вы, на самом деле, друзья, потом посмотрите видеозапись нашей беседы. Девушки. Такой красавчик зашел в студию Радио 54. Наслаждение для глаз. У сладок для глаз. Это правда. Знаешь, почти всем девушкам для того, чтобы чмокнуть в щечку, нужно подпрыгнуть сюда. Подпрыгнуть, да, это правда. Кстати, по поводу девушек и подпрыгивания. Илья, вот есть вообще время на личную жизнь? Или только спорт, спорт, спорт? Ну, конечно, есть. Успеваете? Да, успеваю. Влюбиться? Да. Ну, у вас сейчас есть девушка? Да, есть. А какой у нее рост? Где-то... Ну, вот на себе покажите, вот докуда. 160. А, ну, вот. 168. Вот так вот. Вот так вот. Плюс-минус. Отлично. Видишь, как здорово они смотрятся? Ну, плюс-минус каблуки вы имеете в виду, да? На каблуках повыше, да. Илья, ну, вот не каждый человек, там, 2 метра с лишним, да, пойдет в волейбол. Вот в вашей жизни оно как получилось так? Ну, у меня папа занимался волейболом. А, семейная история, да? Ну, мама занималась легкоатлетикой. Вот. Ну, так вот. Как же папа ее догнал-то, непонятно. Она, мама, прыгала, не убегала от него. Ну, значит, мама допрыгнула. Допрыгалась. Ну, когда вся семья занимается спортом, достаточно предсказуемое развитие событий. Это прекрасно, здорово. Со скольки лет, получается, волейбол? Я в 7 лет пошел. Семи лет? Ничего себе! Расскажите, а ваша семья, она в квартире живет или в доме в своем? В квартире. В квартире. А как же вы вот сражаетесь ежедневно с низкими дверями, вот все, проемы и прочее? А мы все предусмотрели, мы заказали высокие двери. Ну, правильно. Подготовились, подготовились. И сделали проемы высокие специально для того, чтобы комфортно ходить. Ваша должность в команде? Вы играете... Кем? Как это правильно спросить-то? Да игровщик. Да игровщик. Это вот есть допивальщик, да идальщик. А вы доигровщик? Ну, можно так сказать. В чем заключается, собственно, ваша вот задача? Что вы должны сделать такого, что другие не смогут, кроме вас? Ну, доигровщик это ответственное амплуа, потому что, ну, я, получается, должен обладать всеми элементами на высоком уровне. То есть, есть, например, центральные блокирующие, они на задней линии не играют, они, то есть, не принимают мяч. Я, например, принимаю. Есть либера, вот он как раз вместо центрального блокирующего входит на заднюю линию для приема и защиты. А я и принимаю, и защищаюсь, и блок ставлю, и нападаю, и подачу подаю. Так, подождите, а как же сейчас наша команда без вас? Ну, я же не один доигровщик, да? Так-то-то, так-то-то, все-все-все нормально. Кстати, друзья, до 11 часов, если нас сейчас слушает Локо Семья, Локо Семья слушает, да и вообще, люди, которые по духу близок волейбольный клуб Локомотив, наш номер 913-381-05-54, напишите какие-то теплые слова поддержки в адрес Локомотива. Да, напишите кричалку, что-то душевное. У нас тут такая потрясающая мягкая игрушка, фирменная сувенирная продукция от волейбольного клуба Локомотив. Мы кому-то одному просто в течение беседы подарим ее, поэтому пишите, еще времени предостаточно. Ну, значит, поговорили про то, как прыгает, проходит, может быть, про спорт все-таки? У меня, кстати, есть небольшая история про доигровщиков. Я, правда, не помню, где я недавно прочитала, что связующий – это мозг команды, а доигровщик – это сердце команды. Сердце? Да, и я заметила, доигровщики, они участвуют и на подаче, и в приеме, и в атаке, и на блоке. То есть это очень разностранение. И вот на этой романтической ноте мы прервемся на короткую рекламу. Мы закончили на том, что доигровщик – это очень важно. Кстати, пошли уже первые кричалочки, совсем скоро послушаем. А Илья с Анастасией сами выберут, кто же получит подарок от волейбольного клуба Локомотив. Илья, была ли вот в твоей жизни какая-то такая самая громкая победа? Вот ты ее вспоминаешь и прям до мурашек. Может быть, она неважная с точки зрения там окружающих, но для вас лично это прям запомнилось. Ты прям испытал такие эмоции, что невероятно. Ну, наверное, это победа в финале чемпионата Европы. И что в этот момент происходило в твоей душе? Ну, безграничное счастье и радость. А как она выражается? Вот кто-то падает, я не знаю, на пол и начинает целовать землю. Я не знаю, кто-то благодарит небеса. Есть какие-то такие у тебя спортивные штуки? Вообще не стесняетесь эмоций выражать? На площадке не стесняемся. Это помогает, потому что без эмоций никуда. А что дома происходило в тот момент, когда стало понятно, что чемпионы? Ой, я даже не спрашивал, по-моему. По-моему, мама очень рада была. Соседи потом не жаловались на шум? Не знаю. Мама у Ильи очень болеет за него. Ну, еще бы, конечно. Она же не в Новосибирске живет, я правильно помню? Мама Ильи приезжает даже иногда на соревнования, поддерживает. А где мама живет? В Москве. В Москве. Ну, так не сильно далеко. Слушай, ну, без побед не бывает поражений, это понятно. Было когда-то вот настолько обидно такой продув, думаешь, да как так-то вообще, ну как так? Когда это было, да, в какой игре? Ну, скорее всего, пока это матч с Тарентино, думаю. Это когда было? В декабре? Первого декабря, когда я травму получил, и мы вели 2-0 по партиям, и в третьей партии вели, и, к сожалению, уступили. А какими мыслями или там жизненными установками ты себя в такой ситуации как-то успокаиваешь? То есть, ну там, все, что не делается, все к лучшему. Или не успокаиваешь, или даешь волю, чувствам, эмоциям, думаешь, ну ладно. Ну, когда плохие игры такие проходят, я стараюсь их побыстрее забыть и идти дальше. Понятно, что это очень тяжело, и забыть это легко сказать. А на самом деле ты думаешь постоянно об этой игре, и постоянно копаешься в себе. Ну да, пытаешься понять, да-да-да. Проиграли, вот. Ну, конечно, надо отпускать такие моменты, потому что... Вот, важное умение. Есть следующие игры, не зацикливаться на прошлом и идти вперед. Золотые слова, потому что в рюкзак, когда собираешься, эти обиды и претензии ко вселенной потом тянет, очень сильно не дает побеждать. Да, давайте послушаем. Давайте и почитаем. С вами победа, с вами удача. Лок о семье не бывает иначе. Вот так. Да, хорошо. Еще один вариант. Давай. Самый мощный клуб России, это Лока из Сибири. Вы понимаете, что ваши главные болельщики, это все-таки прекрасная половина человеческая. Это правда, мы с мячом рожденные, волейбол влюбленные. Всех мы выиграем на раз, берегитесь нас. Вот как-то. Классно, классно. Лока улет, локомотивом гордится народ. Фаны скандирует, сердце поет. Лока вперед, он не подведет. Ребята, ну, слушайте, я не знаю, вот Анастасия пусть Илью и решает. Да-да-да. Ну, это чуть позже случится, потому что, я уверен, еще что-то придет. Конечно, 913-381-05-54, друзья, успеете отправить. Какой обычной жизнью вот живет такая звезда волейболова Илья, как ты? Ну, вот во сколько встаешь? Да, чем завтракаешь? Вот это ваш завтрак чемпиона, вот он как выглядит? Звезда, так сказать. Ну, а как? Только есть, это правда. Ну, вот проснулся, ну, стабильно примерно где-то вот во сколько? Это по разному уже, от тренировки зависит, ну, в 9, в 10. Ну, если выходной, то по-позже можно сказать. Давайте по-другому спросим, как вы относитесь к кальянам и борьбе на стульях? Отрицательно. В общем, проснулись, и чем завтракаем? Ну, обычно это каша, овсяная желательно. То есть, ну, какой тебе колбасы, никаких сосисок, вот это вот все? Ну, если выходной, то можно что-нибудь покушать. Хорошо, кто вам завтрак готовит? Ну, либо я сам, либо перед тренировкой я могу на арене поесть. Нас кормят. А у нас чудесный ресторан на арене. Ресторан есть? А что же вас гости не звали ни разу-то? Так, 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 друзья, Ипподромская, 18, да? Напомним, Локомотив-арена, красивейшее абсолютно место. Я вот, вот сейчас вот ресторан для меня аргумент. Ну, конечно, аргумент. У нас масса фудкортов по всей арене, замечательный ресторан. Мы очень гордимся, конечно, нашим новым домом, безумно рады. И приглашаем вас, всех слушателей, на ближайший матч. Какие хорошие новости. Иже 14 февраля. А ты вот сегодня, когда Ипподромска добраться не можешь, Кузнецов, вот, пожалуйста. У нас как-то в последнее время все игры на праздники на какие-то выпадают. Ну, вот следующая игра, пожалуйста, День влюбленных, 14 февраля. Туда мы, кстати, ежеутренне разыгрываем билеты, друзья. Вот, пожалуйста, фудкорт хотя бы посмотреть, а потом и поболеть за наших ребят. Ну, в общем, позавтракали, там тренировки, нагрузки, все такое. Ну, какой-то отдых же есть, да, в жизни твоей? Для души, например, там. Молодой, энергичный парень. Ну, как отдыхаешь, серьезно, что любишь? Да, ну, в кино сходить. Но сейчас давно не ходил, кстати. Ну, как и все. По понятным причинам, да? Да, да, да. Ну, прогуляться сейчас, конечно, с ногой не могу себе так позволить долго. Тяжело еще. Вот, сейчас в основном дома сижу. А так, ну, прогуляться люблю. Либо почитать, либо что-нибудь посмотреть. Ну-ка, давай, что самое интересное и классное посмотрел недавно? Сериалы? Кино? Нет, сейчас не вспомню. Я сейчас в основном что-нибудь на Илья смотрю. Сейчас в основном на ногу смотрю. Вот, кстати, Илья, твоя поддержка пригодится сейчас одному маленькому мальчику. Сын волейболом занимается в школе, но повредил ногу, и до 1 марта теперь без тренировок хотим сходить на волейбол. Вот, чтобы ты вот сыну мог бы адресовать, какие слова в поддержку человеку со сломанной ногой? И как ему пережить эту историю и продолжать верить в себя? Ну, прежде всего, терпение, потому что, когда долго тебя отлучают от любимого дела, конечно, немного унываешь, но нельзя унывать. Нужно находить везде свои плюсы. Держаться, да. Вот. И может с чем-нибудь пока другим позаниматься. Время сейчас предостаточно. Илья, хотел, чтобы твои дети занимались волейболом? Я пока об этом не думал еще. Об этом думать никому не поздно и никогда не рано. Ты такой 20-летний, помнишь себя, как сидел и семерых по лавкам представлял. Ну, точно, Кузнецов в Ятьюболе. Ну, в общем, отдохнули, позанимались, все понятно. Значит, режим выглядит так. Но что-то же бывает вредное, что ты допускаешь в своей жизни. Ну, что такое для волейболиста? Например, съесть, я не знаю, шоколад, полторта. Вот какая-то такая, знаешь, хулиганство такое кулинарное. Ну, прыгучесть понижает существенно. Нет, ну, бывает, что хочется, ну, если чуть-чуть это съесть, ничего страшного. А если никто еще не видит? Тихонечко, да. У нас есть традиция, если у ребят день рождения, не всегда приносят тортики на локомотив арена. Так что вот такие вот дела. Сладенького можно. Кстати, про традиции суеверия. Ну, все же спортсмены чем-то грешат в этом плане. Кто-то не бреется, кто-то, я не знаю, уши не моет, ну и прочее, прочее. У вас что-то есть подобное? Передважная игрой. Из работающего, что работает? Передважной игрой я так даже не припомню. Ну, вот если какой-нибудь долгий турнир, то я не бреюсь в основном. Вот там, например, за неделю там несколько матчей. Ну, в 20 лет себе это можно позволить. Ну, а есть какой-то такой человек, на которого ты бы очень хотел быть похож? Ну, потому что он тебя вдохновляет, ты восхищаешься результатами. Ну, вот одного человека выделить не могу. Много есть как спортсменов. Ну, это люди из спорта именно или не обязательно? Да, из спорта. Есть кем вдохновляться, да? Вот это важно. Ну, просто одним человеком, я считаю, не надо вдохновляться. Ну, обычно же пацаны часто хотят быть похожими на своего отца. Есть ведь такое тоже? Ну, возможно. Так. Вот что касается, скажем так, вы вышли на улицу, вас узнают волейбольную звезду или, ну, пока так? Я думаю, что нет еще. Ну, кто в волейболе разбирается и ходит поддерживать локомотив, они, да, могут спорить. То есть люди подходят, там, руку пожарят, да, молодец, молодец. Ну, понятно. Я не скажу, что это прям каждый день происходит, нет. Ну, если где-нибудь гулять в районе воли арены, да? Ой, когда идет вот такой вот красавчик, ты знаешь, в любом случае оглядываются девчонки. Я уверена, лока-лока, это класс. Жду билеты я от вас. С праздником волейбола пишет Александерна. Вот, пожалуйста. Добрый день волейбольному клубу «Локомотив» удачи. Спасибо вам за теплые слова. Ну что, есть у нас кричалки и текстовые, и голосовые. Мы, наверное, с ребятами посовещаемся и будем вручать подарок. Следите за своими смартфонами. Волейбольному клубу «Локомотив» удачи. Вот, Илья, скорейшего выздоровления. Спасибо. Больше так не поступайте. Беречь себя, чтобы вселенная всячески способствовала твоему карьерному росту. Мы уверены, что у тебя впереди потрясающее совершенно будущее. Ты, главное, верь тоже в себя и не сдавайся. Радио 54 Первое. Областное радио.